Дорогие... Да подожди, дай я скажу, обращусь к телезрителям. Ёбаные волки, тебя двое, в телевизоре ты двое, вот ты посередке сидишь и тут, а раньше ты нас... Я и ты, ебать мастера. Тебе надо обязательно тут сидеть. Ты можешь помолчать? Да нахуй ты двое-то сидишь тут, блядь, вас же двое сидит, блядь. Да я программу представлю нашу. А, ну давай, хвостик. А ругаться матом-то можно, а ты... Блядь, дай я скажу потом, ругайся сколько хочешь. Нужно, нужно, нужно. Ой, блядь. Дорогие друзья, мы сегодня записываем первый пилотный выпуск программы «Спросите дядю Вову». То есть все самые актуальные вопросы политики, обычной жизни, из любых сфер мы задаем дяде Вове, спрашиваем его мнение и пытаемся с ним дискутировать, если мы не согласны. Потом ждем ваших вопросов. И, собственно, так мы постараемся делать еженедельно. То есть такая итоговая программа «Спросите дядю Вову». Дядя Вову... Спросите, нахуй меня спасать-то, блядь. Спросите. А, спро... Ой, я, блядь, спасите. Нахуй меня спасать, я уже спасся, я на полной лодке, у меня хуй достанет. Ну, давай, говори. Дядя Вову, я тебе подготовил вопросы последней недели, может быть, даже чуть шире, самые разные из жизни, так сказать, планеты вокруг Бурлендии. Да? Я хочу знать твое мнение по этим текущим событиям. Так, ну, во-первых, ты знаешь, что у нас в Украине сейчас проходят выборы. Сейчас очень много всяких... Пожелие были. Да, очень много событий, очень много чего комментируют, но самое главное, самый большой тренд – это то, что кандидаты никак не договорятся о дебатах между собой. Значит, Зеленский позвал Порошенко на стадион, но при этом, чтобы, значит, быть уверенным, что он дееспособен, нужно сдать анализы. Значит, Порошенко и Зеленский пошли сдавать анализы. Это тоже широко обсуждается, значит, во всей Растране и не только теперь во всем мире. Но в итоге один сказал, что он придет на стадион 14-го, другой – 19-го. Вопрос. Да. Давай-давай. Вопрос. Они правда пойдут на дебаты, как ты думаешь? И вот, значит, Вовка говорит, мол, Петр Алексеевич, пойдем на дебаты, хули-то едем? Нет, су, нихуя, да, туда-сюда, приходи на стадион, блядь, будем хуями мериться. А этот, блядь, Петр Алексеевич говорит, блядь, слушай-ка, я ведь глава командующий. Блядь, да он его и не спрашивал, кто он такой-то, блядь, понимаешь? Он же сколько рулит-то? Я тут послушал про Петра Алексеевича, он тем только не был, блядь. Ебаться, сраться. И, блядь, министром развития и хуй померчево, блядь. Экономики хуенки, что-то безопасность хуясет. Вот понимаешь, я тебе что хочу сказать, что вот не бывает восьмируких семи хуев, блядь, кроме меня, конечно. Почему? Потому что, блядь, у меня жизнь такая, блядь, у меня четыре бабы, блядь, поэтому, блядь, мне кажется, мне еще одна рука скоро вырастет, блядь. У меня будет девять рук, нахуй, да? А, ну не может быть один человек разбираться и в экономике, блядь, и в безопасности, блядь. Ебаный насрать. Вот, ну я не знаю, правда, не правда, но как-то, блядь, армии продавать запчасти в десять раз дороже. Нихуя себе. Я понимаю, что война, кому-то, блядь, значит, для кого война, а кому мать родная, блядь. Ну, понимаешь, ты это лексично. Завис. Это ты завис-то? Да, это ты завис-то. Хотите вставлять следы в интернете? Блядь, опять что-то. Не читай, я тебя слышу, вижу, говори, говори, говори. Ну, я же тебе говорю, понимаешь, ну вот, он на руководящих должностях в правительстве хуй знает сколько лет. Ему все на сто пиздило, блядь. Я причем его прекрасно понимаю, блядь, Алексеевич. Сейчас, если он только с лодки-то слезет, нахуй, его Вова берет две слова по башке, как ебнет, и утонет, Петр Алексеевич. Понимаешь, с чем дело, как? Поэтому Петр Алексеевич, блядь, держится за две слоты, блядь. В случае, блядь, если это скинут его с лодки, хуй с ним грести будут по дну, блядь, ебаный мог, блядь. Понимаешь, в чем дело-то? А Вовка, блядь, ну он молодой, блядь. Ему все равно надо шевелиться, блядь, потому что дети растут, блядь. Блядь, мне кажется, ну хуй его за... Пиздобол у него на них не хочется. Хотя, ну, тоже, как и я по пиздоболе-то молодец. Ну не знаю, блядь, я боюсь и жить, Вовка. Петр Алексеевич, как мне, блядь. Я тебя хотел о другом спросить. О том, что это за выборы, которые превращаются вместо обсуждения проблем страны, в то, у кого какие анализы, понимаешь? Ну я говорю, так это называется хуями мериться, блядь. Буквально. Блядь, иди. Ну Вовка просто молодой, он еще играется, я так думаю. Или ему вели отыграться, понимаешь? Ну я не скажу, что ему под дурачка косит, блядь. Ну вот Петру Алексеевичу, я вот как на месте Петра Алексеевича, так себя не ел, ни хуя. Он ведется, понимаешь? Вот его Вовка за хуй взял и ведет по стадиону, блядь. И он за ним идет. Я бы взял хуй по башке ему, ебнул, да и все, блядь. Ловкий-то. Ну, блядь, ну ты вот смеешься, блядь. Ну это серьезная же вещь, блядь. Представляешь, пацан, ну по сравнению с Петром Алексеевичем, по весу, да? Вовка берет и говорит, слушай, Петра Алексеевич, иди-ка сюда. Он говорит, чего ты сказал там? Иди сюда, ебаный Вовка, блядь. И он ведется, блядь. Я сказал, блядь, Вова, пошел бы ты нахуй, блядь. Ты ссадся-то, блядь, вчера только научился, ебаный Вовка, блядь. Понимаешь, в чем дело-то? Ну он президент, блядь, а он опускается до того, что, блядь, Владимир Александрович, я принимаю вызов. Да нахуй бы послал-то Вову, блядь, и пиздец, блядь. А лучше он, блядь, куда-нибудь на галеры бы, блядь, дал бы одно весло сломанное, сказал завтра, чтобы был, блядь, в Одессе, не ебет нихуя, по-моему, блядь. Ну, блядь, ну, оба некрасиво себя ведут. Я понимаю, что Вова все ебется, блядь, а Петр Алексеевич ведется на эту хуйню. Я понял. Я был тактистом. Я был тактистом. С выборами закончено. Много про выбора. В Ирландии украли банкомат. Ну, понятно, спиздили, спиздили. Да, но не просто спиздили. Взяли, подогнали эскаватор, выломили часть стены, блядь, стырили в ковше банкомат и в ковше его увезли. Как тебе такое? У тебя есть экскаватор, кстати? Ты мечтал, по-моему. Да он, блядь, есть. Да нахуй, не знаю. Это, блядь, заходи не какой-то сидеть, блядь. Но красиво подъехать на эскаваторе, выломать часть стены, забрать банкомат и уехать. Ну, там просто люди другие. Там, вот, облина, ремонт идет, блядь. Не знаю, не представляю. Так а я что должен на это ответить? Ну, в России-то возможно? В России возможно. Подъехать на эскаваторе, ебнуть в банкомат и уйти. Нихуя. На эскаваторе не догонят или догонят? Нет, дело даже не в этом. Ой, блядь. У нас, блядь, а куда приедут? В Собинку, у нас в Собинке штук 5 на ней из банкоматов. Буду ли надо хоть, блядь, на танки приезжать? Блокоматов-то нету, пиздить-то нечего. У нас почта, блядь, два дня в неделю работает. Ебаный болт, блядь. Не знаю, блядь. Не знаю. Ну, вот, Собинки, ты мог бы такое сделать? Мало, 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 да, смотри-то нахуй. Ты что, на руку набежишь, блядь? Не-не-не, хуйня все это. Блядь, брехня. Ну, там может быть, там, может, перекурил кто-нибудь, да понял, не знаю. Блядь, даже не представляю. Я не был ни разу за границей, даже вот не представляю. Ну, как про нее рассказывают, что там все законы послушные, если что, блядь, полицейские застреют нахуй. Не знаю, блядь. Я не буду, блядь, это комментировать, какая-то хуйня, блядь. Приехали на скавадры, спиняли. Ну, в дурдоме в Алиске ебут. Что ж теперь делать-то, блядь? Хорошо. Давай. Лукашенко недавно заявил о том, что все добро, которое делает Беларусь для России, оборачивается для Беларуси злом. Как ты это понимаешь? Как ты к этому относишься? Все, что Беларусь делает для России, для самой Беларуси оборачивается злом. Лукашенко. Ну, бать-то у вас такой парень-то интересный, скажем так. Такой, блядь, я тут посмотрю, как он ебал какого-то мужика за какой-то коровник, блядь. Так это было некрасиво. Народ тащится. Ну, может, и тащится. Ну, это популизм, во-первых. Ну, популизм. Ну, он бать-то, блядь, у вас, понимаешь? Он полгода говорит одно. Хуя, цену на газ снизили, на нефть снизили, блядь. И он опять говорит, их, блядь, Россия, Беларусь, блядь, братья на век, блядь. Потом хуя, месяца три прошло, смотришь, сидит там где-то. Знаешь, что интересно у вас там, как батя? Сидит один батя, народу, блядь, сидит, дохуище. И он им что-то рассказывает, а в глазах у всех такое впечатление, похуй, что он говорит, блядь. Быстрее бы, нахуй, пустил. Вот там даже не в Советский Союз, там у вас какая-то хуя, блядь. Венесуэла. Но он может говорить восемь часов. Вообще без продухов. Как Кобзон пел когда-то. Ой, блядь. Не, понимаешь, какая... Мне он вначале как-то нравился, блядь. Но вот этот популизм его, что ебать начальников. Нахуй что ты... Нет, кто их назначает на должность? Это же батя, да? Батя. А им по телевизору химбет. Я тебя, сука. Иди сюда, там, прокурор, блядь. Посадить всех, нахуй, расстрелять. Я тебя, блядь, думаешь, блядь, он что, каждый день, блядь, притягивает. Министр, что ли, меняет? И у меня там целый вагон министров-то, блядь. Так это расстрелять, это вы посадили, блядь. Не, мне кажется, батя просто популистов у вас. Да. Ну, играет так. Знаешь, вот... Как накачали их, блядь. А Россию он доит, да? Когда он говорит, что России плохо, значит, он говорит о том, что, ребят, дайте еще денег, да? Получает, да? Да. Кстати говоря, недавно одобрили кредит Беларуси 600 миллионов долларов. Ты поддерживаешь? Правильно, что Россия поддерживает Беларусь? А я тебе сейчас скажу, у нас сейчас указ президента вышел, хвалить власть. Обоими руками поддерживаю. Хуй с голым хуем, но зато всем раздаем. Киргизии тут какую-то хуйню дали. Три миллиарда, что ли, два миллиарда. Думаю, блядь, как мы пиздато живем. А, ебать, мы же в Сирии какой-то... Я тут, блядь, что-то включил интернет. А мы, кажется, в Сирии фабрику, блядь, как вот тегтели бы восстанавливались. Думаю, ебаные волки, блядь. У нас без войны, блядь, фабрики нет. А мы, блядь, в Сирии, ебаться, сраться, блядь. А хуль мы самая богата нация? Нам ни хуя ничего не надо, блядь. Да, ну ладно, раз ты коснулся этого закона, закон кришится о том, что нельзя критиковать власть и таким образом ее порочить. Это хорошо, по-твоему? Это правильно? Много, много власти, ну, как бы, вы не уважаете власть очень сильно. А кто ее уважает? Вот скажи мне, блядь. Вот, ну, кто? А за что, блядь, уважать? Ты понимаешь? Ну, вот, за то, что он нас пиздобол, что ли, блядь? Ну, блядь, как может президент говорит, я, блядь, пока президент, пенсионный фонд, возраст менять не будем ни хуя. Не будем. Не, не будем. Хуяк говорит, что, блядь, давайте, вот такая необходимость вышла, что надо поменять. Я понимаю, что я не доживу до пенсии. Они этого и ждут, в принципе. Понимаешь? Чем нас меньше, тем им лучше, блядь. Вот я все, знаешь, что, Оленька, жду? Вот когда молодежь... Я понимаю, что молодежь посадили на иглу этих ебучих ипотек и кредитов, блядь. Потому что молодежь, так сказать, смотревшись на Америку, сказала, блядь, в 30 лет я хочу все, машину, квартиру, жену, блядь, детей, хуй в и тучу ездить на моря каждый год, да? Вот они их посадили на иглу эти ебучих, блядь. И они все молчат. Я все думаю, блядь, мальчишки и девчонки, вам 20-30 лет, блядь. Вот, ну, жить-то вы хотите или когда-нибудь жить-то, блядь, будете? Хуй! А всех посадили на эту иглу, и они все молчат. Блядь, я все жду. Ну, когда-нибудь кто-нибудь скажет, заебло. А ведь заебло-то только говорит наше поколение, понимаешь, чем дело-то? И я так думаю, что наше поколение-то революцию, блядь, уже не сделают. Почему? Потому что, ну, чисто даже физически, мы уже слабее их, блядь. Понимаешь? Ну, молодежь, молодежь просто уезжает из страны, и все. Они тоже понимают, что никакую революцию они не сделают. Ну, конечно, у нас безысходность. Я даже, блядь, у меня даже вот некоторые спрашивают на канале, там, да, и комментарии пишут. Я не вовачу дальше-то, блядь. Даже сказать ничего не могу. Вот у меня какая-то безысходность, блядь. Менты? Пиздят, охраняются, хуй, тинят, а она их кинет, чья с хуй. Я вот сегодня увидел, ничего, посмотрел, этот, блядь. Короче, бывшие ОМОНовцы жалуются, что их из квартир выгоняют, блядь. А сколько им там хуёв народ пихает, понимаешь, в чём дело? Да, они же разгоняли болотную площадь, они же сказали, мы были в горячих точках. Да, да, да. А что горячая точка? Это вот разгонять народ безоружный. Нет, кого-то, понимаешь, хозяин-то уже и собаку перестаёт гладить. Хусь мне гладь перестаёт, блядь. А, понимаешь, они воякам-то, они вояки, пока не будут, я думаю, блядь. Но всё равно, я думаю, потому что товарищ есть знакомый, кто работает во всяких там ОВД, ХУИД, то есть повыше земли тогда. И там собираются как, они их наебут. Они им сделают 45 пенсии, но платить её 60 лет будут. Вот тогда все зашевелятся, блядь. Но пока не ссад это делает, потому что тогда хоть... Ну, если собаке горло передавить, надо ещё грызть хозяина, блядь. Ну, короче, я вот так думаю, у нас такая ситуация хуяренькая. Революции, конечно, не будет, потому что все в кредитах, блядь. Но у кого-нибудь действительно... А нет, у Жака, вот за кем идти-то? За Лёхой Навальным. Лёхой Навальным, мне кажется, кто-то ему сливает информацию, и вот так вот колпаком держит и говорит, пизди сколько хочешь, блядь. Понимаешь? Это вот как анекдот, знаешь, да? Приходит Петька к Василию Ивановичу, говорит, ёбаный ворот, Василий Иванович, блядь. Ты тут газету сейчас купил, блядь. Такая газета заебается-ка. Написано, что она сейчас перестроек. Гласность, хуясность. Блядь, такая вещь заебанная. Все урут, что-то бегают, блядь. Он говорит, Петька... Да, он говорит, Петька, а что... Нет, Петька его спрашивает, Василий Иванович, а что такое перестройка-то? Он говорит, ну как, блядь, ты хочешь ружьё? Он говорит, хочу. А саблю хочу. А, блядь, шинель хочу новую блядь. А лошадь, он говорит, хочу. Он говорит, вот перестройка. Ты же хочешь? Уже перестраиваешься. Блядь, да ебать тесто перестройка. Слушай, Василий Иванович, а гласость еще и такое. Он говорит, знаешь, что такое? Это тоже пизда pages штука. Хочешь перед штабом горишь, Василий Иванович, бабник, блядь, ну он ебучий. Пьяница, сука, простоклад, блядь, пиздара сконченный. Он говорит, Василий Иванович, ты Calling ничего не будет. И он говорит, ни хуя, ни лошади, ни шашки, ни шинели, ни хуя. Вот, понимаешь, в чем дело-то? Вот вроде сейчас кто-то пиздит, блядь. Вчера он послушал Задорнова, блядь, пиздец. Ну какой же умный дядь ты был. Ну мне кажется, его, блядь, прикопали, блядь-то. Нихуя не своей смертью он помер, блядь. Пиздец сняет. То есть говорят умные вещи. Шендерович его тут послушал, блядь, тоже умные вещи говорит. Понимаешь, вся беда, что у нас умных до хуя. Но вот те, кто, значит, наверху, у них ни совести, ни родины, ни флаги, блядь. Вот что, самое нахуевое, да вот что. Давай из наших Палестин перенесемся за границу. Давай. Давай. Вот сейчас, кстати, в Израиле тоже выборы. И выбрали опять Бен-Ямина Нитаньягу. И уже есть шутка, что каждые 2-3 года в Израиле выбирают Бен-Ямина Нитаньягу, потому что им недовольны. Как только им недовольны, организуют выборы и опять выбирают его. У тебя есть какое-то мнение насчет того, что в Израиле опять тот же премьер-министр будет? Ну, как ты рассказывал и посмотрел тоже в интернете. Пусть там как, опять же, как ты говорил, что там все дорого. Но там порядок, Ленин. Вот скажи вот честно. Там порядок? Да. Там как у нас... Блядь, ты не поверишь, у нас опять дорогу разбирают М7. Помнишь, мы с тобой в 16-м году снимали? Да. Блядь, ее опять всю перекопали нахуй. Все. Зачем? Сделали 4... Ленька, ты бы приехал, ты охуел. Я думаю, блядь, ну сколько же можно ее перекапать? Опять ее все ломают нахуй. Все, блядь. Под корень, блядь, все долбит. То есть, мы с тобой были в 16-м году, ее делали, да? Да. Блядь, ее в этом году все разобрали нахуй. Представляете, я говорю, блядь, вот деньги куда-то закапывают. Теперь делают из 4-х полос 6, блядь. Понимаешь? А мосты-то шили, не стали ни в кое. А перед мостами опять сужение. Думай, ебаться, сраться, блядь. И хуячит, блядь, тебе... Видите, Владимира раскопали, блядь. Я езжу опять через Радугу, нахуй. Ебаться. Вот деньги делать некуда, блядь, пиздец, нахуй. А ты говоришь, хуя уживем, блядь. Закапываем в землю деньги, все-таки, блядь. То есть, из дороги сделали вместо двух полос 3, а теперь делают 4? Нет, получается, делают 6, нахуй. О. 6 делают, блядь. А перед мостами-то сразу сужение. Опять в 4 переходит, блядь. Пиздец, нахуй. Блядь, всю воршу, нахуй, перекопали. Сегодня Мидово, блядь, ой, это ужас, нахуй, ебаться сразу. Может, ты железный ставит, может, ты железный, блядь, ставит бетонный, блядь. Пробки, пробки везде, пробки. Ой, блядь, ебануться, я тебе говорю, ебануться, блядь. Пиздец. Самая богатая страна, хуй, одну и ту же дорогу каждый год перестраиваем, блядь. Причем в ноль, нахуй, представляешь, ебануться, блядь. Пиздец. И какие у нас тут деньги будут, блядь. Я понял. Да, значит, выборы в Израиле хорошие. Я понял. А как ты относишься к тому, что город Астана теперь будет называться город Нур-Султан? Это очередной пиздец. Я послушаю, блядь. Ну, там, понимаешь, как-то, блядь, вот, мне кажется, вот, знаешь, вот, честно просто, блядь, ну, неужели ему не на сто пиздил, что ему говорят, что он самый-самый, блядь? Ну, блядь, ну, он, ну, все равно же внутри-то он понимает, что не все пиздят ему, блядь. Ну, может, нет? Ну, я думаю, или это старческий маразм, нахуй? Ну, что, зачем ему это, объясни мне? А ты бы не хотел, чтобы назвали город, например, Виноградов? А почему? Это, по-моему, ну, тешит самолюбие. Блядь, он сколько у власти-то? Ну, вот ты, допустим, в этом, в, как его, в Лакинске убирал там ЖКХ, там, да, там, налаживал водоканал. Вот в твою честь назвали бы вместо Лакинска город Виноградов. Ну, что, плохо разве? Ну, тебе бы не было приятно? Ну, нет, ну, как приятно, блядь? Ну, зачем? Ну, хорошо, а честные сооружения имени Владимира Виноградова, например? Можно, можно, можно памятную доску повесить? Здесь жил и работал Владимир Виноградов. Нет, ну, памятная доска, это заебеет. Ну. Нет, это благодарные потомки, блядь. Ты понимаешь, что... Да, честных прямо. Не, не, погоди, в смысле, а вот, а ты... И не предвидишь то, что он кони нарежет, и он закупает, нахуй, и пиздец, на этом все и кончится. У нас же, как помнишь, город Брежнев был, город Андропов. Хуяк. Власть поменялась, и стал опять город Рыбинск, город Табир, за началом, и, блядь. Поэтому он хочет этим насладиться еще при жизни, понимая, что после смерти все возможно. Логично? Не знаю, я считаю, это уже больные люди, блядь. Да? Блядь, ну, я считаю, ну, блядь, ну, не знаю, ну, у него все же есть, ну, все есть. Мне кажется, блядь, у него жопа-то с золотой бумажкой, блядь, наждачный вытирает, блядь. Ну, как это, блядь? С перцем. Или так, золотого графичка уже? А? С перчиком. Ну, я думаю, это уже что-то с головой хуёву, блядь. Я не понимаю. Ладно. Ну, я не понимаю, как в наших вот там усеченных уеченых зарплаты 3 миллиона в день, блядь, официальные, блядь, да? Ну, нахуй. Ну, зачем столько-то, блядь? Объясни мне. Просто сидеть вот на мешке, как мне мешки, на складе с деньгами, и говорит, какой я пиздатый парень, блядь. Ну, все-таки не знаю. Не знаю. Хорошо. Я не болею к хуне.